Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Единственная жительница 100-летнего дома воюет с бюрократией. К борьбе подключилась прокуратура. Обрушение на мосту, переправу в дачном, готовится перекрыть на ремонт. Доигрались. Две сестры осуждены за убийство. Приговор огласили сегодня. Без малого 29 миллионов рублей направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий Индинского района в ходе реализации областной программы формирования комфортной городской среды. Приемка работ проводится совместно с представителями общественности. Выполнение программы проконтролировал лично глава региона. Разбитые пешеходные и автомобильные дороги, отсутствие детской площадки и малых архитектурных форм. Так еще недавно выглядел один из дворов в городе Индзе. Региональная программа формирования городской среды позволила кардинально изменить ситуацию. Тротуарные дорожки, асфальтированная дорога. Что еще? Придворовая территория была устраиваться. Все окашивается. Начинаем работать, как говорится. Все прекрасно. Старается администрация все. Нам повесили освещение новое. Всего в районной столице обновят 32 дворовые территории. Часть уже сдана. На остальных участках работы выполнены на 70%. На текущий момент у нас завершено 11 дворовых территорий. До 15 октября на всех остальных территориях тоже будут завершены асфальтобетонные работы, устройства тротуаров, лавочек, урн и, если где-то не сделано, освещение парковочных мест дополнительных. В будущем новую жизнь обретет и парк в районе местного диатомового комбината. Никогда излюбленные жителями Инзы место отдыха в последние годы пришло в запустение. Проект обновления зеленой зоны оценил губернатор Сергей Морозов. Парк надо делать. Это город. И парк здесь должен быть таким вот. И у него своя история. Очень достойным и доброжелательным и к маленьким, и к взрослым. Но только с аттракционами надо делать. Цена новой жизни парка с многолетней историей превысила десятки миллионов рублей. Оживлять зеленую зону решено в несколько этапов. К работам приступят сразу после утверждения концепции развития парка. Вас рассаден Артем Петров, Александр Абрамов. Весть Ульяновск из Инзинского района. Беда превратилась в горе. Нашумевшая на весь регион история о том, как несколько дней назад семилетний ребенок отравился грибами и попал в больницу, к сожалению, завершила смертью девочки. Врачи в течение нескольких суток боролись за жизнь ребенка, но вылечить клетки печени, пораженные токсическим действием бледной поганки, все же не удалось. Напомню, 25 сентября в стационар Кузоватовской больницы с признаками отравления попала малолетняя жительница села Первомайское. Позже ребенка перевели в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу. Девочка отравилась грибами, которые она собирала в лесу вместе со взрослыми. Несколько дней ребенок находился дома. В больницу обратились лишь на третьи сутки, когда состояние девочки ухудшилось. По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, допрашивают родственников и знакомых семьи. Назначено экспертное исследование. Расследование уголовного дела продолжается. Врачи утверждают, грибы детям до 14 лет. Принимать в пищу категорически противопоказано. Детский организм не может расщеплять грибной белок. Если отравление все же случилось, при первых симптомах, тошнота, рвота, жидкий стул, нужно незамедлительно отправляться в больницу. Это не самооборона. Реальный тюремный срок получили сестры из Димитровграда за убийство во время ролевых игр. Ульяновский областной суд сегодня вынес обвинительный приговор школьницы и ее старшей родственницы, которые задушили и ограбили гражданина Таджикистана. Как установило следствие, их общение завязалось в социальных сетях. Но девушки быстро предложили организовать интимную встречу на съемной квартире. Мы нашли веревку и повязку в спальне. Я завязала глаза, сестра завязала руки. Мы хотели его отключить, но душили его. Хотели просто отключить. На квартиру девушки пришли вдвоем. Сначала связали потерпевшего, потом задушили его веревкой. В ходе следствия было доказано, что изначально умысел девушек был направлен на убийство. Был установлен тот факт, что именно они являлись инициаторами этой встречи и придя туда намеревались совершить убийство молодого человека. Съемную квартиру девушки покинули не с пустыми руками, прихватили одежду убитого и сотовый телефон. Технику позже сдали в ломбард, а вещи подарили брату. Но в зале суда сестры своей вины так и не признали. Государственное обвинение опиралось на многочисленные экспертизы. Только на шее парня насчитали 4 шрама от веревки. Прокуроры делают выводы. Удушить партнера по рывным играм получить пласт не сразу. Потерпевший, с которым они решили встретиться и выпить спиртного, стал приставать к ним, требовать от них ролевых игр. Они решили ему подыграть, в ходе чего решили его немного придушить, чтобы он потерял сознание. Однако в судебном заседании позиция прокуратуры была следующая, что подсудимые совершили именно убийство по предварительному сговору группы лиц. Именно Иврюкова Виктория была инициатором данной встречи. В ходе переписки в соцсетях она написала потерпевшему о том, что ему необходимо снять квартиру. При этом она за данную встречу обозначила денежную сумму вознаграждения, которую должен был заплатить потерпевший. Именно Иврюкова настаивал на участие в этом ее несовершеннолетней сестры. Согласно решению суда, инициатор встречи теперь проведет в колонии общего режима чуть больше 12 лет. В зале суда под стражу взяли ее несовершеннолетнюю сестру, 17-летнюю партнершу. По смертельным ролевым играм ждут 7 лет воспитательной колонии. Добили справедливости с помощью прокуратуры. Жители дома номер 22 по улице Федерации долгое время опросили, чтобы их жилище признали аварийным. Ведь зданию больше 100 лет. Но городские чиновники такого важного факта, казалось бы, не заметили. Как людям удалось отстоять свои права, расскажет наш корреспондент. Дому номер 22 по улице Федерации более 100 лет. Он построен в начале прошлого века. Сюда страшно заходить и страшно подниматься по лестнице. Но здесь все еще живут люди. Правда, с соседями им повезло не очень. В хоккей играют крысы, мыши от магазина. По усырях Амдиева беженка из Ташкента. Приехала сюда в 1994 году к тете, единственной родственнице. После ее смерти унаследовала эту квартиру, которую трудно назвать жильем. «Слива нет, туалета нет, ванны нет, горячей воды нет, ничего нет. Контейнера нет. Самая подгазовая плитая, мыши и крыс прогрызли магазин. Потому что там коробки, вот такие крысы возились. В коридоре крысы бегали. Крыша текла». Всего здесь жили четыре семьи. Но сейчас Кусырия Саберзиановна осталась единственным жильцом. Все остальные разъехались в лучшие условия. Ей же податься некуда. В 2010 году женщине пообещали переселение. С тех пор эти собранные коробки с вещами так и стоят. Аварийным дом так и не признали. «23 года обращалась. В Думе было заседание депутата о выселении. Потом еще раз. Они говорят, межведомственное надо платить и 40 тысяч. Я говорю, спасибо. С 13 тысяч пенсии, я говорю, не знаю, за лекарства, не знаю, вам платить». Отчаявшись решить вопрос о жилье с ответственными лицами, женщина обратилась к служителям Фемиды. Прокуратура Ленинского района города Ульяновска установила, что в августе текущего года межведомственная комиссия по результатам своего заседания постановила, нет оснований признать 22-й дом по федерации аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. «Данное решение было принято незаконно. В связи с тем, прокуратура Ленинского района города Ульяновска обратилась в суд с административным местным заявлением о признании исключения межведомственной комиссии незаконным и обязании администрации города Ульяновска решить вопрос о признании многоквартирного жилого дома аварийным, подлежащим сносу. На сегодняшний день данное исковое заявление в полном объёме удовлетворено. В управлении ЖКХ администрации Ульяновска нам пояснили, что решение суда они ещё не видели. Мы поднимем данное решение суда. Думаю, он появился вот только, если он прокуратура им обладает. То есть, у нас, в общем, пока нет, он не поступало. То есть, мы его найдём, непосредственно прокуратурой поработаем в Дом-Ленинском районе и повторно, если что, вынестим на рассмотрение решения с комиссией в ближайшее время. Как только у нас будет решение суда. По решению суда жильцам этого дома должны предоставить жилые площади, аналогичные помещениям, в которых они живут сейчас. Мария Сафронова, Ирина Силкина, Александр Абрамов. ВЕСТЬ Ульяновска. После обрушения пешеходной части моста возле посёлка Дачный в Засвияжском районе Ульяновска на проезжей части установят бетонные блоки для безопасности движения. Об этом сегодня рассказали в администрации города. Кроме того, у места обрушения моста установят светофор, так как здесь может быть организовано реверсивное движение. Власти пояснили, что на подъездах к переправе уже выставлены знаки, предупреждающие об опасности и дающие преимущество транспорту, который движется со стороны московского шоссе. Обсуждается возможность ремонта моста. Движение автобусов организовано по объездным дорогам, а жители просят с пониманием отнестись к временным трудностям. В настоящее время, как временный вариант, сваи укладывают, устанавливают светофорный объект, потому что идёт заужение дороги, и вполне возможно будет тяжело разъехаться, при необходимости будет включаться реверс, идёт включение данного светофорного объекта. А работу должны сегодня завершить, также планируем в ночное время на данном участке также будет оставаться освещение полностью. Сообщение о том, что на мосту при въезде на посёлок Дачный обвалилась пешеходная дорожка, появилось в социальных сетях 2 октября. Водители просят быть внимательнее на этом участке дороги. В Ульяновске сегодня стартовали всероссийские состязания по мини-футболу. Турнир проходит в рамках спартакиады «Динамо». Его участниками стали 19 коллективов из разных уголков страны, включая хозяев. О первом дне соревнований наш корреспондент. Москва, Челябинская область, Республика Алтай, география турнирных участников широка. Организаторы разбили динамовские команды на три группы в зависимости от населённости региона. Состязания по круговой формуле. Она очень удобна, она действительно позволяет вывести сильнейшего без различных ошибок. Бывает, что полуфинал, где-то цена ошибки очень высока. Здесь в круг сыграли, есть возможность подкорректировать какие-то моменты, тактически, может быть, грамотно сыграть. В составах команд есть любители, но есть и профессионалы, понюхавшие пороху во всероссийских мини-футбольных лигах. Первыми на поле вышли липецкие динамовцы. Им противостояли прошлогодние победители из Калмыкии. В первом тайме соперники не смогли реализовать обоюдные голевые моменты. И ушли на перерыв с нулями на табло. Во втором тайме успешнее действовали динамовцы из Калмыкии. Первый гол они забили после оплошности липчан в защите. А под занавес игры листинские силовики закрепили свое преимущество. Липчане могли сквитать счет, но не забили пенальти. Встречались принципиальные соперники, мы с ними постоянно играем. Вы же сами видели, моменты свои не реализовали. Игра была до гола, пропустили гол. Потом, естественно, полезли, начали отыгрываться, пропустили второй гол. Победили мы за счет того, что были более готовы, настрой, подошли к игре ответственно и реализовали свои голевые моменты. Хотя их было в пять раз больше. Победители матча ждут встречи с другими соперниками. В первую очередь с дебютантами, футболистами из Республики Алтай. Для них они – загадка. А еще с хозяевами турнира. Ульяновских силовиков они ценят за хороший футбол. Турнир продлится до 7 октября. Ксения Грищенко, Эдуард Истомин, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Таковы вести сегодняшнего дня, вторника, 3 октября. О том, как будут развиваться события в регионе, мы расскажем уже завтра на телеканале «Россия-1» в программе «Вести Ульяновск». Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи. Все самое важное и интересное, что происходило за 7 дней в регионе в обзоре «Вести Ульяновск. События недели». Теперь программа выходит в новое время. 9 часов 45 минут. Смотрите традиционно по воскресеньям на канале «Россия-1». В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Ульяновске от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем по области 5-10, в Ульяновске 7-9 градусов.